О, привет! Всем привет! Ох, как я давно тут не была в эфирах. Это так непривычно. Надеюсь, нас будет больше. Так, присоединяйтесь, присоединяйтесь. Я пока начну подготовку лица. У меня здесь тоник. Пока все протирую. О, девчонки мои заходят. Так классно. Ура! Я думала, я одна буду. Или вообще ничего не получится. Как обычно бывает, когда днем выходишь. Мы с вами так давно не виделись просто. До отпуска я не успела. Ну вот, решила сегодня. Все дела переделала. Думаю, а почему бы не выйти на мой эфир? Макияж. Правда же? Так. Да, конечно. Будет макияж. Прическа у меня сегодня, правда, так себе. Не смотрите на нее сильно. Ну вот, она не главный герой. Мы будем краситься. Поэтому, надеюсь, будет интересно. Я даже не знаю, что я вам буду показывать. У меня просто куча, куча у меня тут разных новинок, старинок. Вот. И что тогда поделаем. Правда? Я обложилась вся косметикой. Буду отвечать на ваши вопросы, которые накопились. Буду попивать кофеек. Да, я тоже соскучилась. У меня прям очень-очень много разных новинок. Что-то я вам не показывала. Что-то еще там вообще не показывала. Вот. Поэтому есть чем заняться. Вот. Я буду ждать ваших вопросов. Вот. Тут у меня кремчик. Я пока подготовлю кожу. Какой-нибудь шпатель бы мне бы желательно поймить. Вот. Поэтому, если у кого-то уже накопились вопросы, девчонки, буду очень рада краситься и болтать. Вот. А не только болтать. Вот. Мне нравится диалог, вы помните. Поэтому пишите, пожалуйста, вопросы, чтобы я не уснула здесь, пока буду краситься. Ой, мне кажется, у меня сейчас все макияжи будут в стиле, в технике Лены. Поэтому можете меня даже об этом не просить. Это самый коммерческий, самый легкий, самый простой макияж, который можно придумать. Поэтому обязательно так, конечно. Нового тона? Ой, у меня нового тона нет. Как-то старые более чем устраивают. С тональными я, на самом деле, не так часто, не так часто что-то меняю, добавляю. Потому что, ну, тональные, во-первых, у меня тональных много. Вот я, допустим, сейчас крашу своих клиентов тоном шик. И лучше пока для себя ничего не нашла. Что сухую кожу, что жирную кожу. Он подходит вообще для любой. Я точно знаю, что он точно продержится. Он сделает очень красивое лицо. Он скроет все, что нужно. Других тонов с такими же функциями я, к сожалению, пока не нашла. Вот. Поэтому, когда начинаю размышлять, а какой бы, может быть, мне еще тон купить, я думаю, а какой же вот, какой тон мне даст то же самое, что я хочу. То, что у меня уже есть, да, в тоне шик. И он меня вообще устраивает на сто один процент. Пока не нахожу ответов. Вот. А покупать что-то и поставить просто десять тысяч себе в ящик. И оно просто будет лежать. Я потом скажу, фу, мне тоже не подошло. И потом непонятно, куда его девать. Мне тоже так не хочется, поверьте. Я свои деньги считаю. Так. Ну, сейчас я пока еще только протерла лицо тоником и нанесла крем, чтобы подготовить свою кожу. Вот. Сейчас напитаю губы. Я недавно приобрела ламер. Он просто супер. Я его хочу попробовать, но... Я бы его попробовала. Но у меня, к сожалению, как-то вот нет, не у кого его попробовать. А до золотого яблока надо доехать и уже налить себе в какую-нибудь вот такую микро баночку. Я себе даже вот приготовила вот такую баночку. Думаю, я отолью себе какой-нибудь там самый ходовой оттенок и уже попробую его. Вот. Поэтому пока я до ламер не добралась, но я думаю, что я до него доберусь. Я... Помните, я как-то выкладывала не здесь, а в Телеграме, что очень хотела бы его попробовать, потому что я его попробовала на руке. Он мне очень понравился. Хотелось бы его намазать на себя. Вот. Так я столько негатива получила на этот ламер. Просто, не знаю, там 9 из 10 его хейтили, что он не нравится, что он кожу жирнит, что все плывет. Короче, я... Ну, для жирной кожи точно нет. Ох... В общем... И все. И мой как-то пыл угас. И все. И все на том закончилось. Вот. Ну, и потом я уже уехала отдыхать. Вот. Поэтому... Попробую. Попробую еще его. Отолью. И... Потестирую. Вот. Сделала себе вчера новые брови. Ну, как новые. Отрастила, покрасила наконец-то. И буду ходить пока с натуральными. Очень много оттенков. Я два дня заезжала в яблок и носила на себя полностью. Да. Оттенков много. Но я плюс-минус ходовые знаю. Поэтому... Я там... Если буду брать... Я буду брать не для себя. Один какой-то. Да. Там типа ходовой. Который вот плюс-минус под меня подойдет. Если это мне нужно для работы, то это будет там один светлый розовый. Один светлый какой-нибудь нейтральный. И нейтральный самый темный. Чтобы вот из этих трех мешать что-то среднее, да. Под свой там тип кожи. Либо... Кого я буду красить. Вот. Так. Что у нас здесь есть? Сейчас из новинок. У меня есть вот такой вот... Секси Глоу. Skin Perfector от Романова Makeup. Мне его подарили. Подарила Лена Ясенкова. У меня, как вы помните, был... Был от нее подарочек. Вот в такой вот косметичке. Суперской. Вот. Который я увезу на работу. Очень классная косметичка, кстати. Вот здесь я вам не показывала. Здесь я положила ресницы. Это я уже то, что для работы взяла. Здесь у меня, кстати, ее кисти лежат. Вот так вот. И здесь же... Вот, кстати. У меня здесь лежит карандаш и блеск для губ. Которые тоже вот мне немножечко не зашли. Палетку я показала. Возможно, ей сегодня буду краситься. И вот мы их сейчас тоже поставим. Возможно, попробуем ими покраситься. Вот. Кисти это для работы. Сегодня мы ими краситься не будем. Вот. Если кто-то ждет, то не сегодня. Будем пробовать что-то еще. Вот. И я хочу попробовать этот скин перфектор. нанести, например, его как базу, как хайлайтер на лицо. Опа. Блин. Красивенько сияет так. В центр я его не буду наносить. У меня там сияние ни к чему. Но так, конечно, очень красиво. О! Очень красиво сияет. Такое прям влажное свечение. Так. Ой. У меня какие-то... Какие-то сопли. Извините. Так. Ну что. давайте начнем, наверное, с консилера. Перекроем зону под глазами. Консилер у меня шик. Так. В оттенке 2. Сейчас мы какую-нибудь кисть найдем. Или, может быть, руками, пальцами. Я иногда прям так наношу. Когда мне лень кисть пачкать. А! О! Эфир зависал, оказывается. Я даже не в курсе. Палетки Dior. Ну, да. Конечно. Я там все на одну палетку смотрю. Пятерку. Джинс. Тензер, да. Очень хорошие. Я их пробовала. Мне очень понравилось. И, да. Там очень хорошая пигментация. Текстура хорошая. Так что, да. Конечно. Стоит. Так. Тончик. Тончик. Чем мы будем наносить? Что я так отвыкла за неделю. Я неделю, вы представляете, неделю не красилась. Так. Давайте возьмем какую-нибудь кисть. Вот такую, наверное. Так. И тон у нас, конечно же, шик будет. Что я тут натерла себе нос? Непонятно. У меня он в оттенке два с половиной. До... Так. Матирующую пудру. До матирующей пудры мы, конечно, еще дойдем. У нас... У меня здесь припасено их две. Это отсыпанные пудры. Это Laura Mercier. Это La Mer. Вот. И отсыпанные, потому что коробочки в студии. А это для себя такие отсыпушки, чтобы не покупать всего по два. На самом деле, вот такого количества для себя очень надолго хватит. Вот. Если монтировать, то Laura Mercier. Если сиять, то La Mer. Вот. И чуть позже я их, конечно, тоже буду наносить. И все вам покажу. Вот. А пока... А пока... Тон. Мне очень нравится этот тон, на самом деле. Его нужно прям вот... Вот. Ну, конечно, не такую каплю. Сейчас я возьму побольше. Но я к тому, что его прям нужно очень-очень мало. Он очень пигментирован. Просто запомните мое лицо, какое вот оно сейчас. И какое будет... После нанесения тона. Тон. Как вам? И покрытие очень живое, кстати. И еще мне нравится этот тон тем, что если хочется сделать сияние на лице, нужно его именно шлифовать. Если хочется сделать матовое покрытие, то утаптываем. Ой, вы прям опережаете события. Я не успеваю наносить на себя продукты, а вы уже бежите вперед. Вперед паровоза. И спрашивать то, о чем вот прям... Если немножечко подождать, я буду все показывать и рассказывать. Знаете, сейчас я тон нанесу, и мы как раз приступим к нанесению всего того, о чем вы спрашиваете. Вот пока вот у нас на этапе тон и консилер. Сейчас будут и румяна, и пудра, и все. Смотрите, как красиво. Добрый вечер. Как отношусь я к косметике Рози Инг? Ну, любая, наверное, косметика хороша. В любом бренде есть продукты хорошие, есть не очень. Я ее не пробовала. Я знаю, что она прям очень сейчас популярна. Вот, но я ее не видела у своих коллег. Вот, так что ничего не могу сказать. Сама ничего не пробовала. Вот. Так. Ну что? Как вам покрытие тонального шик? Так. До пудры мы еще доберемся. А сейчас я возьму новинку, которую вам еще не показывала. С которой мы еще не красились. Это бронзер Gucci. Я его взяла, вопреки всем отговорам, в третьем оттенке. Да. Меня очень сильно байеры отговаривали. Точнее, один байер его отговаривала от именно этого оттенка. Что, зачем ты берешь такой темный оттенок? Это же вообще ужас. Просто его никто не берет. Он самый темный. И вот мы здесь. Здравствуйте. Бронзер Gucci в третьем оттенке. Я упертая и упортая. Вот. Я никого не слушаю. Его рекомендовала Лена Ясенкова в гайде, в обучении, на котором я была. Если она его рекомендовала и я видела, какой эффект он давал, то, ну как бы, Лену плохого советовать не будет. Я ей верю. Вот. Поэтому взяла его. И сейчас мы будем его наносить. Вот. У меня, кстати, был запрос, вопрос. Я уже сбилась и не помню где. В Телеграме или здесь. По поводу нанесения и шлифования кистями натуральной и синтетикой. А, да. Наверное, в Телеграме, когда я показывала, что купила две кисти Lamer для работы. И, да, девчонки меня там спрашивали, типа, чем отличается нанесение натуральной кистью и вот этой вот синтетической от Lamer. Вот. Поэтому, если вам интересно, мы сейчас можем на одну половину лица нанести этой кистью. На вторую, допустим, я использую натуральную кисть и посмотрим разницу. Если интересно, напишите, дайте какую-нибудь реакцию, чтобы я понимала. Вот. Я пока начну с кисти Lamer. Оказалось, что многие не знают, как ей пользоваться, с какого края к ней подступиться. Она огромная. Как ей наносить, непонятно. Вот. Но кисть классная, на самом деле. И за счет вот такого ворса она очень хорошо именно шлифует продукт и делает именно ту самую зашлифованную кожу, которая так всем нравится. Но мало кто понимает, как ее сделать. Вот. Поэтому я пока начну с нее. Набираю продукт. Набрала плоскостью. То есть вот этой части я набрала. Немножечко вбила. Нанесла на скулу. Сильно не давлю. Это я убираю волосы, чтобы они не лохматились. И дальше то количество бронзера, которое я набрала, разношу, собственно, вот на всю вот эту вот периферию всей окружностью кисти. Кисть очень мягкая. Она, даже если попадает мне в уголок глаз. Почему, собственно, я их купила для работы? Не потому, что это кисть ламеры какая-то там, не знаю, там особенная. Ничего у нее особенного нет. Просто она очень мягкая. Она не раздражает мне глаза, как натуральные кисти. До этого я пользовалась вот этой кистью Хакухото из козы. И когда я тоже самое делаю этой кистью, у меня после нее, после натуральной кисти, очень чешется лицо. И когда попадает в уголок глаза, они начинают слезиться. И это для макияжа просто трэш, вы понимаете. Если глаз потек, все, это капец. Вот. За счет того, что я набрала очень мало продукта и кисть, вот вы видите, да, то есть всей плоскости я шлифую, получается вот такое вот равномерное покрытие. Легкое достаточно. Также я наношу вот на эту часть века и на боковую часть лба. Придерживаю волос, чтобы кисть просто, когда попадает на волосы, она их махрит и они выбиваются. Из прически я это не люблю, поэтому я максимально придерживаю. Интенсивность можно варьировать. Если нужно больше, добавляем больше. Если этого достаточно, то останавливаемся. Есть ли какие-то вопросы по этой кисти и нанесению? Да, конечно, сразу на неприпудренное лицо. Это и есть пудра, девочки. Это же пудровый продукт. Зачем дополнительно пудрить? Все, как бы. Тон, он такой полулипкий, на него как раз таки этот бронзер очень хорошо цепляется. За счет того, что когда я сначала набрала кистью продукт и вбила его вот в руку, то пятна уже никакого не получит. Если, конечно, у вас тон очень увлажняющий, такой вот прям супер липкий будет, да, который лучше сначала прибить пудрой, наверное, можно поставить пятно. Вот, а вы видите, никаких пятен нет. Это не скульптор, это бронзер. Поэтому никаких скул, никаких полосок мы не рисуем. Нам нужно нарисовать естественный загар. А загар у нас не полосками ложится. Все, что должно быть оскульптурировано, оно будет оскульптурировано. Так, ну что, вторую половину лица делаем натуральной кистью? Или продолжаю этой же? И мне, кстати, очень нравится именно в этом бронзере то, что он дает прям натуральный такой оттенок загара моему лицу. Очень нравится. Просто во сколько зеркала я не смотрела в течение дня, мне прям очень красиво. Реально. Прям лицо реально как будто я загорала. А я не загораю лицом. Так, ну что, вы молчите. Я тогда продолжу. Продолжу все той же кистью. Набираю продукт. Втаптываю. Придерживаю волосы. Придерживаю волосы. Не забывайте. Устанно. Устанно. Воробиеه. Придерживаю волосы. Придерживаю волосы. Похожая волосы. Придерживаю. Придерживаю волосы. Эта sharingа. Заметьте, я только один раз набрала продукт на кисть, и накрасили, мы забронзировали все лицо. Немножко на нос перепадает. Нос я скульптурирую, не рисую вот так вот полоски, а как бы вам показать. То есть я делаю, то есть эту часть я делаю вот так, как будто вот смахиваю вот с этой части что-то, и вот эту часть я скульптурирую, как будто смахиваю с этой части. Соответственно, продукт попадает ровно вот на вот эту часть, то есть вот прям по ребрышку. Ну вот она даже прорисовалась сейчас, если вы видите, то есть ставлю кисть, и как будто вот что-то смахиваю, и все. Все ровно будет. То есть не надо рисовать вот этих вот полосок, которые потом все равно получаются у всех кривые, потому что идеальных ровных носов нет. Вы каждый день используете тон или можно зонально консилеры. Все зависит от ситуации. Если я иду на работу, то тонально у меня не шик. Сейчас мне кажется, немножечко жарковато для него. На каждый день у меня вот такой вот крем тонирующий от доктора Кондрашовой. Вот он суперлегкий, сияющий, красивый, то есть он такой на водяной основе, он вообще ничего не перекрывает, слегка, слегка, слегка прям выравнивает тон. Вот, и также вот все, весь свой макияж я на него наношу для работы. Зимой, когда захочется чего-то поплотнее, конечно, я буду использовать тон и консилер. Вот, иногда, конечно, можно и только консилером обойтись, это тоже нормально. Так, дальше. Дальше у нас тоже будет новинка, которую я еще не показывала, потому что я ее купила перед отъездом буквально. Это вот эта суперпудра 3D Glow, которая уже нигде не продается, которой мало кто понимает, как наносить и что она делает. Но это, конечно, прям пушка-бомба. Она очень страненькая, ее тяжело сфоткать и передать, что вот она такая реально 3D, то есть упаковка вроде розовая, но она вот так вот дуохромит, то есть она где-то бежевая, где-то розовая. Вот, что в ней такого интересного? Выглядит она как бронзер, кажется. Зачем нам еще один бронзер, но... С пальца вряд ли вы, наверное, увидите. Давайте я нанесу куда-нибудь. Что-то у меня такие руки бликующие. Как бы вам так показать? Короче, во-первых, она сияет, во-вторых, она бликует таким розоватым цветом. Это очень необычно, скажу я вам. И знающие люди за этой пудрой гоняются просто как за, не знаю чем, как не знаю зачем. И я снова беру эту же кисть. И немножечко заполирую лицо. И вот здесь, как раз в зоне хайлайтера, вы можете наблюдать вот это вот едва уловимое розовое свечение. Которое делает просто потрясную кожу. Надеюсь, вы это видите, камера передается, и эфир сейчас не завис. Если вы это видите, маякните мне. Поэтому здесь важно, у кого есть эта пудра, девчонки. Здесь очень важно шлифовать именно вот этими круговыми движениями, именно синтетической кистью. Конечно, если у вас в приоритете натуральная кисть, то шлифуйте натуральной. Но просто вы видите эту магию, которая делает эта пудра. Я не заморачиваюсь. Как видите, я шлифую вообще по обо всему лицу. Потому что это чертовски красиво и невозможно остановиться. Да, добрый вечер. Всем привет в этом чатике. Ну, то есть вот такие сияющие пудры нужно наносить именно таким способом. Тогда они раскрываются в полной мере. Ох, это мы еще до румян не дошли. Но мы уже рядом. Поэтому я сейчас в поиске этой пудры храню как зеницу ока ее в коробочке. Очень жалко, если она закончится. Я не знаю, куда за ней бежать. Каждый день мониторю разные барахолки косметические, где можно ее купить. И выкупаю вообще. Потому что ее больше нет и не будет. Очень жалко. Так, мы с вами подошли к румянам. И мои любимые румяна... Мои румяна любимые находятся вот в этой палетке Лены Есенковой. Вот, собственно, это двоечка. Вот эти вот двое. Очень красивые румяна. Здесь же, кстати, есть скульптор. Кому маловато скульптурирование лица, можно прямо использовать этот сероватый скульптор. Но, мне кажется, летом скульпторы не особо актуальны. Поэтому я их не использую на лицо. Мне лично достаточно такого загара. Будем сейчас наносить румяна. Также принцип тот же самый. Я набираю на кисть. Смешиваю оба оттенка. Вот. Вырабатываю в кисть. Я прям вот сюда. Вот так вот это делаю. И наношу вот в эту вот зону. Если мы улыбнемся, вот в эту подушечку. Также, чем мне нравится такая синтетическая кисть, это тем, что она не набирает дофига продукта. Потому что если я буду вот так вот набирать продукт козой, во-первых, все данные продукты будут очень сильно рыхлиться. И просто, грубо говоря, мы их в воздух будем запускать. Вот. А синтетическая кисть, она такого не делает. Она набирает продукт очень мягко. Ну, вы просто посмотрите, какая красота. Это же потрясающе. Мне кажется, я себя нарумянила прямо в глаз. А зимой, если использовать скульптор, то он тоже этой крупной кистью... Нет, скульптором мы конкретно скульптурируем. Все равно зимой я буду использовать скульптор. Не в таком, возможно, количестве. Потому что зимой немножечко загар будет неуместен. Вот. Но мы попробуем. Мы попробуем. Пусть выпадет снег, да. И посмотрим. Но на самом деле, если использовать скульптор, то тут уже просто локально, допустим, можно использовать небольшое количество бронзера. И локально меньше кистью, например, какой-нибудь вот такой вот, да, заскульптурировать именно под скулой. Вот. И что вам там нужно еще заскульптурировать? По-моему, уже красиво. Я довольна этой палеткой. У меня их две. Потому что я подумала, что... Во-первых, это лимитка, да. Это не такая палетка, которая будет продаваться вообще всю жизнь. Вот. А здесь собраны все супер нужные оттенки, нужные продукты, которые... Без которых я не смогу. Вот. Ну, либо нужно будет покупать все по отдельности. Зачем? Когда они собраны все в одной палетке. Вот. Поэтому, да, палетка, я довольна на просто тысячу процентов. Ну, я думаю, что если бы я не была бы довольна, да, я бы не стала покупать вторую. Вот. Пока на этом все с румянами. И заметьте, хайлайтер нам уже не нужен. Потому что все продукты, которые мы наносили, они уже сделали свое дело. Так. Брови. Сейчас мы причешем брови, чтобы у нас уже они появились на нашем лице. И тоже буду показывать одну новинку. Или я его уже показывала, не знаю. Для бровей у меня шик. Но я сюда добавила секретный ингредиент. Какой не скажу. Я собираю просто. Тут на кисти всегда очень много продукта. Я его оставляю в тюбике. Вот. Я всегда велик. Продолжение следует... Не самый фиксирующий гель, но выкидывать мне его жалко как-то, поэтому использую. Для фиксации у меня самый любимый это God2B, но он у меня на работе, поэтому как он закончится, и вот этот тоже закончится, я куплю, конечно, себе God2B. Вот, сейчас брови должны подсохнуть, и дальше я их буду красить новинкой, не знаю, показывала вам или нет, маркер для бровей шик в единственном оттенке. Он очень круто делает брови. Сейчас вот в зеркале мне бровей более чем достаточно, на камере их из-за того, что вликует сильный свет, их практически не видно. Вот, поэтому мы их подкрасим немножко. Пудра для мотирования Т-зоны, я вам уже показывала, это Laura Mercier, я отсыпала себе в баночку из-под крема Boy Brown для глаз, вот такая вот. И сейчас найду какую-нибудь кисть. Какая-нибудь кисть, это будет у нас кисть Евгений Лукьяненков, называется она Полина, она из Белки. Я набираю пудру, тынс. И мотирую, мотирую, все, что нужно замотировать. Вот видите, сколько здесь бликов и сколько здесь. Все, блики ушли. Она очень-очень деликатная, очень тонкая, ее абсолютно не видно на лице. И она, кстати, очень хорошо держит Т-зону, а у меня кожа жирная, в течение дня. Ну, единственное, она не перекроет вот это сияние от сиячих продуктов. То есть она может перекрыть только вот это сияние. Здесь все абсолютно сухо. Класс. Едем дальше. Так, что у нас дальше будет? Дальше у нас новинка, палетка от Романовый Мейкап. Специи и какао. Мой любимый черный цвет, но очень-очень маркая, потому что если руки вот в чем-то, то она вся вот в таких отпечатках будет. Очень красивая палетка. Вот с такими натуральными оттенками. Имеется два, две сияшки, такая бронза и серебро. Очень красивая. Вот. Все остальные оттенки, кроме... Ну, они такие, вот эти вот, все матовые, вот этот и вот этот, сияющие. Очень красивая, вот. Как видите, я еще, кроме одного оттенка, все остальное целое, не пробовала. Поэтому предлагаю накраситься ей. Вы как? У меня как раз брови подсохли. Пока я жду ответа от вас, буду красить брови. Маркером. Народ, есть кто живой? Моих нити? Ну, Лены мы уже красились, а этой еще нет. Спасибо. 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 Очень крутой маркер. Делает натуральные брови. Оттенок универсальный, подойдет вообще всем. Спасибо. 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 Очень красиво, маркеру очень нравится, если у вас есть маркеры для бровей, главное хранить их вот так вот в вертикальном положении, то есть куда-нибудь в стакан ставить, главное чтобы он не лежал и тем более не стоял вот так вот кончиком вниз, потому что весь продукт, которым он рисует, нужно чтобы он стекал именно к кончику, не все к сожалению об этом думают и жалуются потом, что маркер вдруг у них закончился через неделю, вот это удивительно, поэтому имейте это в виду. Так, ну что, вроде все за, от Лины Ясенковой палеткой я уже красилась и буду краситься еще, но мне очень хочется попробовать и новинку, конечно, поэтому я ее достала. Ну какое красивое свечение дает и бронзер, и пудра, вот это вот 3D Glow и румяна, все вместе, конечно, очень красиво. Вблизи вообще не видно, что на коже что-то есть, настолько поры заполированы. Прям, реально, я сама каждый раз рассматриваю, мне это удивительно. Глотну кофе. Так. Думаю просто, чтобы такого сделать, я думаю, что возьму какой-нибудь темный оттенок, например, вот этот вот, очень красивый. И, возможно, использую... Возможно, использую какой-нибудь, не знаю, сияшку, если вы захотите, эту или эту, нанесем на... в качестве блика. Напишите, что мы делаем, просто матовый полностью макияж или с блестяшкой, чтобы я уже была готова к тому, что мы будем с вами делать. Вот, а давайте я даже два оттенка нанесу, вот этот и вот этим ближе к ресничному краю. Даже так сделаем, чтобы максимально использовать вообще все продукты. Тени очень мягкие. Понятно, что без каких-то подложек матовый. Понятно, что без каких-то подложек просто нанося тени на все века, мы супер какой-то пигментации не получим. Если хочется получить оттенок такой же, как в палетке, нужно нанести какую-нибудь подложку. Под них, например, какие-то тени в цвет, либо коричневый карандаш. Сначала матовый, в конце бахнуть блестяшку. Пишите, пишите, пишите. Я наношу сначала на все века. Тени прикольные, кстати. Они такие вроде матовые, но на самом деле, когда вот я их наношу и вот так вот тушую, они также дают такое сатиновое сияние прикольное. Они не пылят, хотя я использую натуральную комбинированную кисть. Очень такой реально благородный оттенок. Красивый. Смотрите как красиво с ручей Я искала, кстати, примерно такого оттенка в MAC. Есть у них там оттенок Cork называется. Он такой удивительный коричневый цвет. Я его нигде не могла найти, но в наличии. И вот он, кстати, похож. Так, сейчас тоже самое. Мне нужно нанести на нижнюю века. Возьму другую кисть. Вы не устали еще? Вот скажите, да, у меня тоже техника изменилась. Прям вот я себя тоже ловлю на этой мысли. Но изменилась в лучшую сторону. Поменьше кисти я, конечно, никак не могла выбрать. У нее, кстати, сегодня начинается кэмп. Лена, конечно, своей техникой просто... Вы сказали, что моя техника тоже изменилась в корне после ее обучения. Это действительно так. Она мне очень нравится. Ну, не Лена, в смысле, она тоже мне нравится. Техника ее очень близка, потому что она настолько мне все упростила. Она собрала в кучу все мои знания и... Упростила мне жизнь. Что для себя макияжи, что клиентские макияжи настолько стали проще, легче, дороже. Не побоюсь этого слова. В прямом переносном смысле. Самое ужасное для меня это рисовать нижнее века. Это прям... Хотя я выбрала белку. Это онлайн был у Лены. Поэтому все было в онлайне. Онлайн, кстати, по-моему, можно купить. Ну, когда она его будет анонсировать заново. У меня там две ступени. Я их купила обе. И это просто вообще... Ну, понятно, что не на всех это так влияет. Видимо, я попала в нужный момент, в нужное время, когда вот мне хотелось чего-то нового, какого-то свежего, какого-то глотка в моей макияжной карьере. И я увидела просто, что она запускает онлайн, где собрала три самых топовых каннских макияжа, которые она делала своим каннским звездам. И я такая подумала, что вот, это то, что мне сейчас нужно. Хочется как-то вот упростить себе жизнь и делать актуальное, красивое, быстро. Без вот этих вот... Взяли эту кисточку, провели вот эту линию, 33 тысячи продукта нанесли. И все это растягивается на три часа. Меня это просто вымораживало. Все онлайны, которые я покупала до неё, даже в этом году, это какой-то трэш просто был. И когда я увидела её макияжи, вот эти вот три макияжа, они, конечно, взорвали мне голову. И я сказала, что это просто... Ну, реально, я настолько вдохновилась. Я в таком шоке была. И я ей писала тоже. Она говорит, блин, капец. Просто... Я говорю, ты... Мою голову всю оторвала и поставила обратно с новыми какими-то знаниями. Перезагрузила меня тотально. И это очень круто. Ни один онлайн на меня так не влиял, как её. Что... Что сейчас выполняется? Крашусь новинками, старинками. Я сейчас наносила тени вот из палетки Романова Мейкап, Специи и Какао. Вот. Пока нанесла только один продукт на всё веко. До этого были новинки для лица, которые я ещё не показывала. Вот. Точнее, были посты, но... Но не показывала макияж с ними живьём. Поэтому вот я сейчас их и показываю. Крашусь. Потому что до отпуска я ничего не успела. Вот. Поэтому крашусь теперь сейчас. Курс стоил 5000 рублей. Очень смешные деньги. И... Как бы... Ну, по стоимости он смешной. По ценности для меня он просто стоил миллиард. Вот сколько он мне знаний принёс, сколько вдохновения, сколько вот именно... Как вам сказать, такого вот толчка мне дал. Вот просто, наверное, на миллион. Тоже после вашего вдохновения. Лене хочется поучиться у неё. Если нужен именно глоток свежего воздуха именно в макияже, в технике, то обязательно идите. Он просто стоит каждой своей копейки. Реально. Даже если вы не умеете краситься, вы начнёте краситься. Классно, дорого. Никакие визажисты вам будут не нужны. Это, конечно, очень плохая реклама для меня. Потому что хочется, чтобы всё-таки ко мне приходили, как к визажисту. Вот. Но если вы будете сами уметь, это тоже очень круто. Ну вот. Накрасить самой – это классно на самом деле. Так. Цена, да, более чем доступна. Причём до этого у Лены я, получается, взяла онлайн. И он начался 20 июня. А в мае я брала такой же онлайн по такой же стоимости у... Вы её знаете, девушка, известный визажист Каролина Романовски. И это был просто провал года. Вообще. Это что-то с чем-то. Это реально провал года. Так. Дальше. У нас же есть ещё новинки от Романова Мейкап. Есть три карандаша, которые также мне достались в косметичке от Романовой. Это вот эти вот карандаши. Чёрный вот такой вот. Мне очень, кстати, понравилась идея вот с половинкой карандаша. Потому что целый не всегда нужен, на самом деле, а половинки более чем достаточно. По крайней мере, он не успеет весь засохнуть. Вот. Также здесь есть полноразмерные коричневые брауни. Очень красивый цвет. Мне нравится. И фисташка. Но фисташка нам сейчас здесь абсолютно никуда. Поэтому, наверное, я выберу коричневый. Чёрный я, кстати, очень редко использую. Потому что это такой прям суперрадикальный ей цвет. С ним как-то всегда страшно. А с коричневым есть шанс сделать что-то более такое жизненное, что ли. Получается, что приобрести курс Лены надо ждать её нос. Но, по-моему, сейчас нельзя приобрести. Она как-то об этом у себя на странице рассказывает. Типа вот, ну, через какие-то промежутки времени. И, по-моему, сейчас нет. То есть, когда вот она именно объявляет. Типа вот открывается продажа второй части, как раз на которой была я. Которая меня так сильно вдохновила. И вот в какие-то там дни его можно купить. По-моему, как-то так. Вот. Также она анонсирует первую часть. То есть, можно и первую, и вторую купить. Можно всё вместе купить. Ну, то есть, вот как-то так. На кэмп, наверное... Ну, не так сильно бы я, наверное, хотела попасть. Иначе бы я уже попала. Вот. То есть, я, во-первых, не планирую... Кэмп — это очень классная идея для новичков, для мастеров, кто хочет именно рассматривать себя как звёздного визажиста и использовать Лену и её кэмп в качестве такого, знаете, отправной ступени. И возможность попасть в Каны, Милан и так далее. Вот если хочется туда стартовать, то это прям вообще такое супер обучение, на самом деле, которое открывает вот эту вот дорогу. Если бы я этого хотела, если бы я этого желала сильно, наверное, бы я туда пошла. Это того определённо стоит. Это очень крутой старт был. Вот как она говорит, это так и есть реально. Вот. Но я не планирую ездить в Европу. Я, наверное, для этого уже стара. Вот. Ну, вот как бы, да. А просто чисто вот зарядиться вайбом... Ну, блин, мне и онлайн хватило. Вы видите, как. Насколько сильно я вдохновилась только от онлайна. Вот. Поэтому на кэмп, наверное, нет. А я удивилась, что вы берёте у Каролины онлайн. Для меня выкручено много. Это была какая-то, знаете, спонтанная покупка. Моя коллега-визажист ездила к ней на индивидуальную прокачку один на один. А я ей очень доверяю. И вот как-то, скажем так, с её подачи, ну, так как она поехала, я думаю, ну, она куда попала не поедет. Думаю, наверное, мне это тоже надо. Вот. И у него тоже был онлайн как раз в мае. Вот. И я его взяла. И насколько... Насколько уже он оказался для меня провальным, особенно... Он и как-то даже не в сравнении показался мне провальным, а сразу, когда я его смотрела, то есть там один урок длился там типа час тридцать. Это капец долго, девочки. Это капец долго. Если у Лены каждый урок длится там... полчаса, реально. И она в эти полчаса просто такую массу информацию запихивает. А тут просто один урок полчаса. Я даже на каком-то... На каких-то уроках засыпала. Я не могла осилить, потому что это настолько было нудно. И я не... Ну, то есть, блин... Ну, короче... А после, когда я еще Ленин прошла, я такая... Вот это дно просто. Когда ты вот у тебя одно и другое, ты имеешь возможность себя сравнить. Это... Жесть, конечно. Ну, вот. На что тоже получила от этой Каролины и от ее соплеменец, что, типа... Каждому свое. И все такое. Крашу межресничку. Блин, те не нравятся вообще. Капец, как. Какие они красивые. Они реально не матовые. Они сатиновые. Очень красивые. Для дневного какого-то макияжа очень даже... Подойдут. А-а-а. Сто лет этого не делала. Когда рисуешь межресничку, главное отпускать глаз и давать ему моргать. Немножко растушевала. Можно даже побольше. Ух. Хорошо. — А вот. Хорошо. Какое дело. Ух. Все. Второе. — Так, чат, что у нас все зависло? Есть кто живой? Так, я сейчас хочу взять тени потемнее. Да. 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 Вот так. Так, приём, народ. Девчонки, напишите что-нибудь, работает у нас или всё зависло. Я крашусь и не понимаю. Смотрим, господи. Осталось пять человек и тишина. Я не понимаю, зависло всё, не зависло. Хорошо. Хорошо. Супер, спасибо огромное. Хорошо. 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 Так. Так, стрелы навели. Как видите, я со стрелками вообще не заморачиваюсь, не вырисовываю что-то эдакое. Это всё прошлый век, не нужно нам это всё. Дальше снова беру самый тёмный оттенок. И тушуем, тушуем. Захотелось вот со стрелками что-то сделать. Так. Так. Ну что, будем добавлять сияшки. Так. 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 по мне, и так красиво. Но, как скажете, напишите, я пока завью ресницы. Так красиво, вот и мне тоже так красиво. Так, тогда оставим так, без сияшек. У нас есть новая тушь, ну, для кого-то она не новая, но для меня новинка, романовый мейкап. Я еще не пробовала ее. У него прикольная кисточка такая, как будто из шариков состоит. Пробовали? Ну, сейчас мы, если что, нанесем. Прикольная тушь, кстати. И щетка мне нравится больше, чем у Шик. И тушь, кстати, черная, как я люблю. Потому что, допустим, у туши Шик она не супер черная, она такая темно-серая. Я такие не люблю. И красит. Нравится как. Очень красиво получается. Как вам? Вот сейчас мне почему-то кажется, что не хватает румян. Так всегда. На голом лице, когда наносишь румян, кажется много. Когда делаешь макияж глаз, потом румян кажется мало. Поэтому всегда можно добавить. Вот так нормально. У нас есть новинки. Помады. Стеллари. Они, кстати, очень похожи по оттенкам на помады Шарлотты. Я для себя выбрала три оттенка. Три нюда таких прикольных. Вот это прям очень на пилотол похоже, сразу скажу. Вот. Поэтому хочу сейчас ими покраситься. Ну да, лат и макияж. Вот. Можно попробовать карандаш романовый. Он, кстати, очень хорошо для контуринга губ подходит. Вот здесь он уже светловат. Мои губы просто... Смотрите, насколько светлый карандаш, насколько темные мои губы. Если сейчас буду закрашивать им губы, мои губы просто там очень-очень светлые. А вот для контуринга, то есть то, что я нарисовала, он прям очень даже годится. Поэтому для губ я возьму... Я возьму карандаш потемнее. В тон своих губ. Вот. У меня это Makeup Forever. Вот. И он уже прям как родной. Вот. 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 этот номер карандаша то 606 рева волнат волнат скажите какие оттенки помад освежают образ мне иногда стандартные нюды серовато-розовый придают возраст поэтому нужно брать не то что все рекламируют а то что идет вам мне например очень меня лично освежает помада сейчас скажу лично меня освежает помада супер синди это вот такой вот оттенок очень-очень-очень круто он меня освежает поэтому вам просто нужно найти свой оттенок который будет вам придавать именно эту свежесть не видя вас мне очень сложно сориентировать вас по оттенку но допустим вот если я сейчас закрасила бы свои губы то что я сделала карандашом карандашом make up forever если бы я сделала это карандашом романова make up свежести бы мне это не придало вы бы видели просто абсолютно белые светлые губы которые сюда вообще никак не вписываются вот но я хотела попробовать еще блеск и хотела попробовать что-то вот из этого нюда давайте я вам покажу оттенки интересно вообще нет помады стеллари посмотреть оттенок натурал бишь такой очень светлый сюда он подойдет но не освежит как вы видите видите насколько сразу становится желтым бронзер с этой помадой видите ну то есть вообще нет но сам по себе нюд очень красивый для светленьких девчонок это прям очень очень круто второй оттенок тофи крим уже что-то такое интересное и рядом с моими губами сейчас я покажу в сравнении с первым оттенком насколько он светлее видите этот сюда вообще мимо просто этот очень очень неплох и просто по сравнению с вот с этим оттенком видите если я нанесу он сюда прям вообще как как родненький вписывается на насколько они отличаются насколько этот оттенок интересней чем эти два и третий оттенок это sexy beige beige как бы что за акцент непонятный тоже очень очень красивый вот такие вот три оттенка то есть мне сюда подойдет вот и вот этот оттенок это двенадцатый и вот этот оттенок но для освежения я бы вот этот нанесла но никак не средний но мой фаворит конечно это супер синди от charlotte tilbury вот сюда прям вообще идеально подойдет он прям вот напоминает вот эти вот румяна поэтому не надо ничего придумывать берете цвет румян помаду и будет у вас супер мэч и все вам освежит вот я помаду наношу вот таким образом вот таким образом никогда помады вот так вот прям из стика не крашу это прошлый век смотрите как с этими оттенками с румянами с этой помадой вылезла вылезла такая зелень в моих глазах я не знаю вообще вам видно это или нет мои глаза карри но вот эти вот оттенки они повытаскивали из моих глаз и из моих глаз зелень прям такая в этом весь смысл чтобы подсветить радужку глаз и сделать ее очень очень интересной потому что привлекает в макияже не сам макияж что мы сюда понаносили а именно глаза и когда глаза подчеркнуты именно красками рядом оттенками разными то есть вот этими освежающими глаза играют вообще по-новому в этом весь смысл макияжа вот и можно также сюда добавить например вот этот вот блеск я его еще тоже не пробовала точнее один раз его попробовала но уже не очень помню тоже очень красивый оттенок он сюда впишется тоже я его не наношу никогда аппликатором вот это вот слои стекающие с губ это я не знаю бабкин способ какой-то и все и больше тут ничего не надо придумывать вот если хочется немножечко еще заматировать можно заматировать мы люди живые кожа живая она естественно в процессе носки и макияжа будет жирниться так что я еще не показала я не показала но я сейчас не буду конечно уже хотела еще пудру ламер сюда бахнуть но это будет уже перебор я сияю и без этого очень красиво иначе это будет масло масляное вот мне кажется я все показала уже вообще все что хотела да пожалуй ну единственное что я не нанесла сияющий оттенок на глаза но мне так красиво и монохром такой что я даже уже и не знаю наносить ли супер синди интересный оттенок надо к нему приглядеться я себе уже купила полноразмер потому что там уже заканчивается и вот на днях пришла новиночка да очень крутая помада прям вообще восторг дичащий я думала что она уже этот цвет не упускает но слава богу он и есть и тадам смотрите какая красота просто очень интересный очень освежающий красивый такой я не могу его описать кораллово-персиковый нужно просто смотреть реально на цвет своих губ и чтобы вот точно не ошибаться с оттенком чтобы он именно освежал он должен быть как минимум в тон губ и я лично исхожу из цвета глаз тут главное не помада ради помады помада ради ваших глаз чтобы она вот этими как раз оттенками противоположными противоположному оттенку ваших глаз вот карий казалось бы да как они карий и карий да который вот вообще никак не должен меняться но вы же видите что мой карий немножко как будто зеленцой стал вот еще одну помаду покажу пользуясь случаем эфирного времени это то что ко мне пришло это тоже одна из любимых помад very victoria тоже это все мои мои оттенки nude very very victoria тоже очень близко очень красивая к моему nude и все это комплементарно и все это будет украшать вот и где-то у меня еще есть pillow 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 talk тоже блин мне кажется это одна и та же помада вообще но нет они разные на камере мне кажется этого даже не видно вот это чуть-чуть похолоднее pillow talk это чуть теплее но они прям обе рядом находятся обе крутые это у нас pillow talk тоже красивая в общем вот вот это вере виктория главное не перепутать что я сюда запихала ну ладно так ну что девчонки я закончила если какие то вопросы у вас остались пожалуйста задавайте если если нет то будем расходиться мы уже с вами 90 минут болтаем красимся красимся у меня уже кофе почти закончился добрый вечер но я уже накрасилась и уже собираюсь уходить все все уже разбежались потому что все уже все посмотрели что хотели ох вам спасибо что досидели до конца эти 92 минуты со мной было очень круто наконец-то я все свои новинки показала вам которыми не успел похвалиться перед поездкой вот но можно будет пересмотреть это в записи ооооооооооооооооооооооо Лейла я вас поздравляю с днем днем рождения просто вот тысячи и тысячи поздравлений летит в Баку поздравляю вас с вашим днем старые эфиры нет конечно не удаляла все все что было все здесь внизу поэтому пересматривайте я дублирую также и на youtube и в свой канал telegram можно там пересматривать заходите смотрите где удобно то он стек дарлинг не нашла потому что он остался в старом аккаунте который в прошлом апреле снесли да но на тон стик уже можно забить его уже ликвидировала уже не уже не актуально нам вот все что в этом аккаунте в новом выходила все здесь есть вот ничего не не удаляю сама так ну что все наверно точно все до вопросов точно теперь нет девчонки все тогда всем большое спасибо кто кто был на этом эфире мне было очень круто с вами провести это время показать вам все свои новинки старинки покрасить вместе с вами в эфире это классно я очень ждала когда вернусь в эфиры и эфиры будут еще обещаю все всех благ пока пока